Нести службу в любое время дня и ночи, без выходных и праздников. И всегда идти до конца. А иногда отдавать и свою жизнь ради безопасности родной республики. Сегодня сотрудники органов внутренних дел вспоминают коллег, погибших во время исполнения служебного долга. Цветы ложатся к сотне могил на Аллее Славы. Подвиг героев никогда не будет забыт. Не только коллегами, в первую очередь родными. Семья Мецаевых потеряла сына, мужа и отца Марка. В 2007 году он вел дело банды Олега Гайгиева. Бандиты устроили засаду, расстреляли автомобиль Мецаева. Полковник милиции был посмертно награжден орденом мужества. Это очень приятно, что о наших родных не забывают. сегодня вот здесь присутствует его сын, тоже Марик Мецаев, маленький. Ну и хотелось бы, конечно, отметить, что Министерство внутренних дел поддерживает родственников, близких, семьи погибших, сотрудников, оказывает всяческую помощь нам. Уважение к ветеранам и память о подвигах героев – вот, что неизменно в работе сотрудников МВД. И обязательно наличие героической жилки, которая и позволяет выходить на службу каждый день. Инспекторы ГИБДД и оперативники, следователи и кинологи, участковые и криминалисты – все они 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли сегодня в республике. От имени руководства всех поздравил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. «Большинство, абсолютное большинство честных, порядочных граждан ценят ваш труд, знают, что вы на переднем крае борьбы за права свободы гражданина, за то, чтобы он спокоен был и не переживал ни за свое имущество, ни за свое здоровье, ни за жизнь свою и своих близких». То, что Северная Осетия – самый безопасный регион на Северном Кавказе, заслуга именно правоохранителей, подчеркнул Таймураз Мамсуров. И многим этот островок стабильности не по душе. В сложившихся условиях полицейские не могут служить хуже. Только лучше, пообещал глава МВД Артур Ахмедханов. Яна Гайгиева, Александр Ларионов, Адсама Сшибшев, Осетия ТВ.